С 2005 года жители барака, так называемого дома-электрички на московском шоссе, не могут переехать в новое жилье. Квартиры, положенные им по договору о развитии застроенных территорий, которые заключила районная администрация с инвестором 15 лет назад. С тех пор вокруг барака вырос комплекс «Золотые ворота» с парковкой и детской площадкой, а жители барака продолжают выживать в экстремальных условиях. В этом году они решили обратиться за помощью к Владимиру Путину и отправили видеопрощение на прямую линию, о чем мы рассказывали в среду. В четверг заместитель главы администрации Сергей Черникевич встретился с жителями барака. Он сообщил, что по существующему договору ветхий дом должны были расселить еще в августе прошлого года. Но застройщик обратился в министерство строительного комплекса, была составлена дорожная карта, связанная с расселением дома на фабричной и данного дома, по которой квартиры на фабричной должны быть переданы администрации в марте месяца, но определенные проблемы существовали с получением документов. На данный момент они сейчас как раз передаются и через полгода по этой дорожной карте должны быть переданы квартиры по этому адресу, московское шоссе 3А. Ну то есть это ориентировочно сентябрь месяц по дорожной карте. Застройщик сейчас обратился к нам с просьбой, так как он не успевает приобрести эти квартиры, подобрать для данных людей, продлить этот срок до декабря месяца. Сейчас он рассматривается, этот вопрос, но мы будем стараться, чтобы это было раньше декабря месяца, то есть как и предполагалось по дорожной карте, подписанной всеми сторонами. 13 квартир должны предоставить жителям дома электрички. Будут ли эти квартиры новые или из вторичного фонда, застройщик должен согласовать с жителями. Екатерина Фурсова, Кирилл Емельянов, программа События.